Я бы хотела сказать о том, что Московская область является одним из регионов, который обладает наиболее, наверное, объемным, мощным историко-культурным наследием. В Московской губернии было когда-то 17 уездных городов и 2 посадских. На сегодняшний день мы, причем города отличаются друг от друга и по времени возникновения, начиная с 12-13 веков. Эти города возникали как центры удельных княжеств. Затем формировались города как при монастырях, при церквях, при достопримечательных, таких важных исторических местах. И на сегодняшний день таких исторических городов в Московской области насчитывается 22 города. Два города федерального значения Зарайска и Коломна и 20 городов регионального значения. Вот с этой позиции мне бы хотелось обратиться к вам ко всем. Московская область не стала дожидаться специальных документов, определяющих порядок включения или составления регионального перечня. И воспользовалась тем списком, который существовал еще до этого. Первый список, над которым работали очень хорошие, серьезные институты. Это и мой институт, где я работаю, не эпиградостроительство. И Энрикон, который в свое время обосновывал исторические города с различной значимостью историко-культурного наследия. Но, к сожалению, по отношению к тому старому списку, город Балашиха полностью утратил историко-культурную составляющую. Как целостную историческую среду. И мы его из списка исключили. Но и при этом включили город Талдом, который как раз при том, что это небольшой город, он на самом деле сохранил комплексно в центре кварталы исторических улиц, исторические кварталы и объекты церковной архитектуры. Среди городов Московской области есть города, как малые города, так и средние, большие, с численностью более 100 тысяч жителей. При этом в Московской области эти города остались, те города, которые остались в стране от крупных инфраструктурных преобразований, от железных дорог и от водных путей, они практически сохранили свою численность, свою планировочную структуру. И на сегодняшний день имеют очень высокий потенциал для развития туристической деятельности и восстановления историко-культурного наследия. В структуре исторических городов Московской области сохранилась планировочная структура, причем она прослеживается очень четко, очень ясно, и при разработке генеральных планов современного вот этого потока, который в Московской области осуществляется в последние годы, практически и к этим кварталам особое повышенное и очень деликатное отношение. Вот вы видите центральную часть Зарайска, здесь абсолютно четко выраженные кварталы, сохранившие как историческую гражданскую застройку, так и элементы дорегулярного плана, это Зарайский Кремль, один из наиболее сохранившихся объектов культурного наследия. Здесь исторический город Можайск, который также отличается тем, что практически в неприкосновенности, несмотря на то, что через город прошла война, Великое Отечественное кварталы сохранены. И в облике этих городов особое значение имеют дорегулярные объекты, которые были построены еще в XIV, XV, XVI веке. Это монастыри Кремли. Особенно, конечно, выдающимся памятником является Троица Сергиева Лавра, который, в принципе, единственный объект всемирного наследия в Московском регионе, в регионе Московской области. Но и другие памятники имеют очень важное значение. Планировка улиц сохранила в основном застройку XIX века. И здесь следует отметить, что деревянная застройка, она, как правило, связана с возобновлением архитектуры. Города горели, города горели много, и деревянная застройка, она все-таки возобновлялась, как правило, в тех же пропорциях и размерах, как та, которая утрачена. В объемной и ландшафтной структуре сохраняются рукотворные объекты. Это валы, рвы и фортификационные сооружения. И они тоже имеют очень важное значение. Сохраняются композиционные пространственные связи с объектами, прилегающими к историческим городам. И при разработке проектов исторических городов мы учитывали этот фактор, поскольку сохранение открытого пространства между исторической застроенной частью города и расположенными на прилегающих территориях монастырях, ну вот как мы здесь видели, Лужецкий монастырь в Можайске, это, конечно, является одним из важнейших элементов. Есть отдельное, вот о чем я сейчас говорила, это вид от Кремля Можайского на Лужецкий монастырь. Потрясающая совершенно картина, которая практически представляет собой аутентичные виды городов. И, конечно же, в облике исторических городов воплощается и городообразующая функция. Есть города, которые фактически являются городами при фабриках, такие вот, как исторический город Орехово-Зуево, Павловский фасад. Пространственные соотношения, открытые их и застроенных пространств представляют собой особую ценность. И здесь, как ни странно, мы находим удивительные элементы сохранившихся и исторических видов. Практически, вот вы видите здесь соотношение на историческом рисунке и современные фотографии, которые точно фиксируют. При этом мы видим и утраты, которые связаны просто с разросшейся зеленью. Исторические города, как правило, примыкают к удивительным ландшафтам, природным ландшафтам, рождающим совершенно потрясающие впечатления и создающие образ родных городов. Несмотря на те утраты и потери, вот вы здесь их на быстрых слайдах сможете видеть, они заключаются и в возникновении чужеродной многоэтажной застройки, и вот таких нелепых перестроениях существующих исторических построек, обладающих признаками исторических, и утратах объектов культурного наследия, и появлении вот таких вот чуждых торговых объектов. Вот это я называю обдирной архитектурой, когда хозяин просто ободрал это здание. Вот такие чужеродные пятиэтажки и современные торговые постройки, они, конечно, портят облик исторических городов, несмотря на то, что в Московской области есть и примеры деликатного восстановления исторической историко-культурной среды. Это и в Звенигороде есть отдельные места, где это все сделано очень здорово, и в Коломне и так далее. И вот наш институт сделал 14 проектов по обоснованию границ и исторических городов, и не имея возможности останавливаться подолгу на каждом из этих проектов, я бы хотела сказать общее, что отличает наши работы. Мы очень тщательно изучаем архивные материалы и исторические планы, выполняем очень подробный и глубокий ландшафтный анализ, мы анализируем сохранившуюся застройку исторических кварталов и планировку, и также проверяем и проецируем и проектируем связи, потому что не всегда визуальные связи мы можем проследить в современной среде этих городов, поскольку они часто бывают закрыты разросшиеся сырорастущими деревьями и какими-то нелепыми временными постройками. Поэтому выявляем важные для облика города сохранившиеся элементы. Вот мы часто говорим сейчас в негативном контексте о Звенигороде, и видим, как на горизонте появилась современная застройка, при этом вот кругами выделены важнейшие историко-культурные объекты, это Савино-Сторожецкий монастырь и собор Спаса на городке, которые составляют вместе с открытым пространством центральной части Звенигора вот эту особую, неповторимую, характерную только для этого города историко-культурную среду, которая подлежит охране. Ну и завершая как бы свой доклад, я понимаю, что я не имею права злоупотреблять вашим вниманием, я просто хочу сказать о том, что мы горячо ратуем за то, чтобы эти проекты наконец были утверждены, но, к сожалению, пока они накапливаются, я не знаю, может быть, наше правительство поставило себе задачу сначала разработать все 22 проекта, а потом их все разом утвердить. Но тем временем, конечно, не всегда защищаются наши памятники теми нормами закона, в частности, 73 ФСЗ, которые сегодня действуют. Потому что те защитные зоны, они, конечно же, не могут распространяться на те, вот как вы обратили внимание, крупные ландшафтные пространства, которые внедряются в историческую застройку и организуют вместе с исторически, функционально связанными объектами общее историческое пространство, так ценное и настолько горячо любимое нашими жителями, они готовы его отстаивать. И вот нас тут Ирина Александровна спрашивала, моего коллегу, директора Валерьевича Климова, о том, как нам удается с этим бороться, ну, в большей или меньшей степени удачно. Где-то нам удается все отстоять, а где-то мы вынуждены в какой-то мере искать компромиссы. Конечно же, эти компромиссные решения не всегда у всех устраивают, но, тем не менее, мы сегодня будем об этом говорить. Жизнь есть жизнь, жизнь идет, и мы не можем позволить, чтобы исторические поселения стали неким резерватом, который не развивается, из которого уходит жизнь, потому что жители ничего не могут сделать со своими домами, не перестраивать их, не проводить туда коммуникации. Вы знаете, мы в двух своих работах потеряли две очень важные позиции. Мы делали режимы использования территории для Бородино и для Радонежа. И в том и в другом проекте при утверждении режимов и регламентов у нас были вычеркнуты позиции, связанные со строительством и перекладкой коммуникаций. То есть полный запрет на земляные работы. Но как это можно сделать, если люди там живут? Например, на территории достопримечательного места древний город Радонеж у нас численность населения за последние 20 лет после утверждения предыдущего проекта зон охраны сократилась практически в два раза. Это значит, что эти города и эти территории, они очень имеют сложные условия для жизнедеятельности людей. А вот то, о чем мы говорим. Только ли это туризм в этих городах? Это не только туризм. Это исторический город, это вместилище жизни людей. И так должно быть. Людям там должно быть комфортно, удобно. Они должны развивать там культуру. И, конечно же, наши исторические города всегда были, будут, и, я думаю, еще многие века будут оставаться объектом, вдохновляющим на создание великих произведений искусства, которыми так богата Московская область. Такие имена, как Чехов, Чайковский, Достоевский, многие художники, Левитан, Серов, Нестеров. Все они творили в Московской области. Я надеюсь, у нас есть много возможностей для создания условий для нынешних и будущих музыкантов, литераторов, художников. Музыка. 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 Музыка.